графическое богословие продолжение условно я говорю вот и слово такое антропоморфизм то есть мы из падшего состояния пытаемся нарисовать тот мир первозданный это какие еще там понятия основываясь только вот на понятиях этого уже падшего мира поэтому я это как бы указываю я делаю таким же образом но пытаюсь вот что-то объяснить значит вот первозданное состояние вот условно люди рисуют бога это равносторонний треугольник равносторонний треугольник ну так нарисуем вот вершина бог отец бог сын дух святой здесь нет скажем так какой то вот этой вот чтобы прям вот какой-то подчиненности да здесь вот здесь в этом смысле нет свет сам себе то есть мы мы не можем вообще себе даже представлять что-то боги это вот условная такое скажем так графика такая вот этого . это есть скажем так такое представление для того чтобы понять как скажем так вот человек подобен богу вот для этого только я как бы обозначает вода то есть вот отношения друг другу но скажем так абсолютно как бы одинаковые до посредством вот этого треугольника я рисую вот перед перемещаем в эту сторону значит это уже скажем так человек в первозданном состоянии одинаковое абсолютно строение вот в этом смысле вот и есть подобие что здесь дух самое главное в человеке здесь душа как тонкое тело для духа и тело первозданное которое не смертное а первозданное тело и вот это вот скажем так отношение друг друга но выражается вот в этой вот точке вот здесь вот вот обратите внимание вот в этом состоянии человек вот этого то что я говорю вот скажем так музыкальность да для общения вот в этом состоянии это вот первозданный мир и музыка является реакцией на присутствие бога вот это вот первозданная музыка вот в этом идеальное состояние вот это и есть сердце вот это вот место и есть то что называется сердце сердцевина вот об этом всегда идет речь не вот падшее состояние этого суда вы час переношу не падшее состояние вот когда вот здесь вот например вот это все осталось то То есть, Бог, Он неизменяем. Вот это вот падшее состояние. Если здесь Дух покрывал, ну так условно, опять, образами этого мира, покрывал тело, вот здесь вот, и тонкое тело, и первозданное тело, и так далее, то здесь получается уже тело смертное. Вот у нас здесь покрывает и Дух, и Душу, тонкое тело. И вот здесь появляется уже, вот тут маленький треугольник. Точки вот этой уже нет, первозданного состояния. У нас вот это, ну условно обозначим, вот это вот уже, это в искаженном состоянии уже в сильном. Понятно, что когда, скажем, вот эти двое, да, в Адаме. Адам это название вообще первозданного человечества. Муж и жена. В дальнейшем Адам и Евы, это уже после грехопадения, когда муж Адам дал имя жене. Вот это условно можно назвать характер. Вот это вот, этот треугольничек, у которого стороны уже могут быть, ну, настолько искажены, что это просто здесь вот он такой, да. А вот, например, на вот этих вот рисунках, вот, вот здесь уже, вот, например, у Адама уже в падшем состоянии, вот такой треугольник, характер, да. Все кичатся этим, вот, гордынька. У Евы вот такой он. И каждый говорит, у меня свой характер. Вот, люби меня такой, как есть. Это вот как раз, вот состояние опять, тело смертное и так далее. Это вот мы пребываем вот в таком вот состоянии. И вот этот треугольник, он уже тоже искажен. Сердцевина, вот она как раз вот такая сейчас. Не точка, вот это вот идеальное состояние было в первозданном мире. Вот оно. Муж и жена. Это вот бытие как раз. Бытие это как бы как должно было быть. Вот у них вот эти вот точки, вот они. Они как бы вот близнецы, духовные близнецы. Вот они проходят одна через другую. Ну, естественно, выход имеется как бы в Бога. То есть, они, скажем так, в Боге. Вот здесь вот божественным светом просвещаются. Это вот, ну, условно говоря, вот через вот этот вот такой равносторонний треугольник, свет, Бог проходя, он приходил, не было преломления. Вот здесь не было преломления. И весь мир освещался, просвещался через человека в Адаме. Это вот все Адам. Муж и жена, это вот, ну, как бы, духовные близнецы. А это все Адам, все человечество. Вот этот весь мир первозданный, он просвещался через человека. Вот каков человек, такой и тот мир был. Поэтому вот это вот падение, грехопадение, оно выдавило в конечном итоге изменение всей Вселенной. Вот то, что мы сейчас Вселенную видим. Это мутированная Вселенная. Не та Вселенная, которая была в первозданном мире. Там не было вот этих вот сгорающих звезд, или там Луны, там Солнце, там что-то было. Какое оно было, ну, неизвестно. Но у нас как бы представление, вот так вот, все священники там. Вы почитайте, как нормальные, скажем, святые рассказывали, там, Златоуст или Василий Великий, там, как об этом рассказывали, осторожно очень. Вот. Но они все указывали на тот мир, что тот мир не являлся этим миром. Вот, вкратце, вкратце, как бы я вот хотел таким вот образом показать. Вкратце, 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 вкратце.